Для тех, кто вновь подключился, ребята, пожалуйста, поставьте в чатике город, из которого Винница, Киев. Широкая география у нас, Ивано-Франковск, Днепр. Широкая география у нас, кстати, сегодня два спикера, один спикер. Мы чуточку более детально расскажем, но вот ребята из Лондона, из Ужгорода. Хотелось бы вначале задать вопрос спикеру из финансовой столицы, из места, где крутятся действительно большие деньги. Ваня, как погода в Ужгороде, скажи, пожалуйста. Всем привет. Погода лондонская, я тебе скажу, Ужгороди. Сума энергии, Лос-Чернигов. Хорошо, ребят, я думаю, мы можем потихонечку начинать. У нас уже набралась критическая масса из практически 50 участников в чате. Ребята, походу, будут подключаться. Всем привет, меня зовут Михаил Сапко. Я инженеринг-менеджер компании SoundCommerce и по совместительству один из модераторов SFSC комьюнити вебинаров. Что будет сегодня происходить? Будет у нас два спикера. Ребята расскажут о себе чуточку больше. Давайте поздороваемся. Стас Публика и Иван Хартов. Всем привет. Привет, привет. Также за иконкой Astound вебинара у нас скрывается Ирина Астрона, наш организатор технический, благодаря которой это все, в принципе, сейчас происходит. Ира, спасибо тебе огромное. Буквально пару фраз о правилах вебинара. Мы поддерживаем любое общение. Поэтому, если у вас, походу, есть какой-то комментарий, либо вы что-то хотите добавить, либо добавить какой-то стейтман спикера, пожалуйста, напишите его в чатик. Обратите внимание, что в чате должна быть выбрана опция «Все члены группы и участники». Если же у вас появляется какой-либо вопрос, пожалуйста, напишите его в Q&A-секцию, где вопросы и ответы. И там также есть возможность голосовать, выставляя палец вверх, либо вниз. И вопросы, которые наберут самое большое количество лайков, будут отвечены нашими спикерами после, в принципе, спича. Вот такие, в принципе, достаточно простые правила. Я думаю, на этом мы можем, в принципе, начинать. Я с удовольствием представляю нашего первого спикера. Кстати, человек сделал очень крутую карьеру буквально с прошлого нашего вебинара, получив промоушен с Senior Solution Architecture в Technical Director. Пожалуйста, встречайте, Станислав Публико, прямиком из Лондона. Всем привет. Не с Senior, а с Principal Solution Architecture. Sorry, sorry, sorry. Хорошо. Итак, меня зовут Стас. Я в компании стану уже добрый девяток лет. Скоро уже будет десять. И да, я дорос до тенейского директора. И сегодня мы с вами будем говорить о Headless. На самом деле, весь сегодняшний вебинар, основной топик сегодняшнего дня, он построен вокруг этой темы. Я буду рассказывать о Headless с точки зрения больше бэкэнд-разработчика, так и архитектурной. Иван будет говорить с точки зрения фронтэнда, что же меняется, какие интересные штуки мы можем использовать и так далее. Ну, я думаю, поехали. Итак, что я буду сегодня рассказывать. Сегодня мы немножко поговорим с вами о базвордах, которые вы слышали. Возможно, знаете, возможно, не знаете. Ну, посмотрим. Можете в чатик написать, кто уже сталкивался немного с Headless. Вот, с переходом с Commerce Cloud обычного на Headless архитектуру. А кто вот в процессе только. Поговорим конкретно более в деталях о том, что такое Headless архитектура. Также мы затронем тему BFF. Я расшифрую эту аббревиатуру немного позже. Старо-фронт-Head – это то, что мы уже называем, в общем-то, фронт-эндом. Несколько слов о интеграционных стратегиях. И поговорим о бенефитах, мисконцепциях и челленджах, которые нас ждут. Итак, начнем с неких определений, которые нам пора бы уже изучить, понять, принять и так далее. На самом деле я буду оперировать в основном вот этими тремя. Первое – это Headless архитектура. Headless архитектура сама по себе значит, что эта архитектура построена на каких-то компонентах, которые экспозят API, и это все объединяется одним большим хэдом. Head – это как раз уже фронт-энд. И Headless платформа – это, в общем-то, вот те приложения, те аппликейшны, которые дают вам вот этот API. Итак, начнем говорить о том, что же это такое. Но прежде чем рассказать о том, что такое Headless архитектура, давайте разберемся все-таки, что такое традиционная архитектура сама по себе. Я постарался отобразить все в деталях, как вы видите. У меня есть бэк-энд, у меня есть фронт-энд, у меня есть инвармент. Он у вас в таких скобочках здесь и обрисован. И, в принципе, традиционно строятся все основные интернет-магазины, вернее, строились, потому что сейчас тенденции меняются в любом случае. Все эти платформы, они отличаются своей большой монолитностью и тем, что фронт-энд очень жестко связан непосредственно с самим бэк-эндом. Мне показывают, что я немного пропал, там все нормально. Да, сейчас нормально, у тебя было слышно, просто бэк-эндрирование небольшое. Хорошо, хорошо. Добро. Характеристики традиционной архитектуры заключаются в том, что бэк-энд очень хардово связан с фронт-эндом и большая сложность изменений в связи с тем, что каждый раз, когда вы что-нибудь деплоите даже в рамках фронт-энда, есть вероятность какая-либо, что у вас появится регрессия и на бэк-энде или, возможно, в других частях фронт-энда. Естественно, это единственный point of failure. Это и хорошо, и плохо одновременно, потому что хорошо с той стороны, что мы знаем, где произошла ошибка, но когда мы начинаем разбираться в коде, который был написан со всеми связами с independency injection, у нас появляется очень много вопросов о том, кто же писал этот код и зачем. Ну и один из моих достаточно недавних примеров того, как классно ломается монолитная архитектура. Мне команда говорила, мы там меняли лого, логотип просто там что-то подшаманили под Новый год, а в итоге сломали check-out каким-то образом. Ну и это один из самых больших pitfall в традиционной архитектуре. После вот этой традиционной архитектуры был бум, так называемый decoupled architecture. В общем-то, я не готов сказать, что Commerce Cloud сам по себе, он полностью следует decoupled architecture approach, но тем не менее он использует некоторые элементы decoupled architecture. У вас все еще есть платформа, которую мы можем фактически называть нашим сложным комплексным бэкэндом. У нас есть API в виде Java класса, который мы импортим себе в кастом код скрипты. И есть фронт-энд, который у нас делается через сайт Genesis, через SFRA, через все на свете. Основной характеристикой подобной архитектуры будет являться то, что API, лейер будет между бэкэнд и фронт-эндом связывать эти две части. Все еще deployment может происходить в рамках одного environment. То есть, ну и как в Commerce Cloud, на самом деле, так и получается у вас один environment. Salesforce занимается тем, что он управляет платформой, релизит новые фичи и так далее. Это наш storefront, который базируется на SFRA или SageNet. В принципе, pitfall такого подхода, ну, это уже получше, чем просто Monolith, потому что все-таки есть какое-то разделение. Как видите, в общем-то, Commerce Cloud в своем преимущественно стабилен, невзирая на последний месяц и некоторые performance-деградации, которые происходили во время Черной Пятницы. Но это на самом деле больше исключение из правил, чем правило. Вот, но все еще, если мы говорим конкретно о Commerce Cloud, мы считаем бэкэндом ту логику, которую мы написали в Custom Code тоже, потому что мы часто пишем джобы, часто пишем какие-то тяжелые интеграции прямо на storefront. И, ну, просто сказать, что Commerce Cloud полностью следует decouple, так как патч нельзя. Но, по крайней мере, есть какие-то элементы. Ну, и, в общем-то, как логическим развитием всего этого у нас есть headless архитектура. Что значит headless архитектура? Это значит, что у вас вместо одного монолитного бэкэнда, вот как в decoupled архитектуре, у вас, может быть, их несколько. Ярким примером может являться то, что вот сейчас, когда Commerce Cloud зарелизили свои Commerce API, я думаю, что вы уже о них слышали, и, возможно, уже работали. И если работали, тоже поставьте плюсики. То мы следуем только… Ну, Commerce Cloud предоставляет только то, что касается e-commerce. То есть он предоставляет продукт, он предоставляет какие-то корзины, ордер и только те элементы, которые касаются e-commerce. Как вы могли, наверное, наблюдать, опишек для того, чтобы мы достали оттуда какой-то контент, контент слоты, нет. И причиной этому, на самом деле, является вот этот подход, когда у нас есть разные системы, разные компоненты, которые отвечают только за свою более-менее маленькую роль. И в такой архитектуре у нас будет в роли e-commerce будет, например, Commerce Cloud, а в роли нашего контент-менеджной системы, может быть, например, Core Media или что-нибудь еще. Или же Salesforce CNS, которые они сейчас вроде как бы зарелизили, вроде пытаются продвинуть, но пока еще ничего, на самом деле, толкового нет. Но вроде мы питаем хорошую надежду на то, что это зарелизится скоро. Любая Headless платформа в Headless архитектуре будет представлена просто сетом API. Все остальное, вся магия происходит непосредственно на фронт-энде либо же в фронт-энде, если мы говорим о e-commerce фронт-энде. Также, с точки зрения интеграции, если в традиционной Commerce Cloud архитектуре мы будем рассматривать то, что у нас есть. Вот все интегрируется с Commerce Cloud. Это очень хайлайвельная диаграмма, я не претендую здесь на аккуратность, но тем не менее, для того, чтобы продемонстрировать идею и мутацию, которая будет происходить с Commerce Cloud в Headless архитектуре. В традиционной архитектуре мы видим, что все заинтегрировано в Commerce Cloud. Ну, что, в принципе, то, к чему мы привыкли на самом-то деле. Когда в Headless архитектуре у вас появляется новый бокс, вашей бокс-модели, он является Storefront Header. То есть у нас теперь есть Commerce Cloud непосредственно, у нас есть Storefront Head, и они заинтегрированы через API. Ничего сложного. В общем-то, я думаю, что многим из вас напомнило чем-то, там, микросервисы. Ну, и вы, на самом деле, недалеко ушли. Ну, это просто уже не будет микросервисами, и будет называться Headless платформы. И сервисами это тоже не назовешь, потому что эти платформы все равно делают достаточно много, чего бы мы не хотели от сервиса обычного. Все остальное остается так, как и было. То есть здесь у нас есть интеграция, скажем, с Order Management системой, тогда она будет происходить напрямую с Commerce Cloud, если нам нужно куда-то заэкспортить Order, например. Но, тем не менее, Order будет плейтиться с Storefront Header с помощью этих Commerce API. Очень большую роль в Headless архитектуре будет отыгрывать непосредственно Frontend. Это и будет сердцем нашей интеграции. Так как на самом-то деле у нас ничего не лимитирует больше, кроме этих опишек, мы можем использовать, в принципе, любую методологию, технологию, язык, все что угодно. Понятно, что в результате все, что нам нужно, это вывести HTML, зарендерить, заэкзекьютить там JavaScript, каким-то образом застилить CSS. И путь к этому вам никто не будет диктовать. Вроде как. Но, тем не менее, я хотел бы поговорить с вами больше о базвордах, которые вы будете слышать очень часто. Я уверен, что многие из вас уже, многие из этих терминов знают. Но, по крайней мере, ключевыми, которые ассоциируются с Headless архитектурой, но не обязательно являются частью Headless концепции, являются это с WA, Progressive Application, Server Side Rendering, как фича Single Page Application, Single Page Application сам по себе, Jamstack и Cloud Native Application. Что эти слова значат? Я думаю, вы можете загуглить, можете почитать definition. Самыми, наверное, ключевыми здесь будут являться Single Page Application и Cloud Native Application. Single Page Application, естественно, просто подход к построению вашего фронт-энда таким образом, что у вас страница не перезагружается полностью. Cloud Native Application значит достаточно просто то, что ваш application деплоится где-то в какое-нибудь облако, то есть в Amazon Lab Services, в Google Cloud и так далее. Я не буду здесь рассказывать, на самом деле, о всех доступных опциях, на чем вы можете строить ваши storefronts. Вы можете сами почитать. Линочку я, наверное, оставлю здесь в презентации. Я не знаю, или мы будем публиковать ее, но, по крайней мере, сделайте здесь скриншот. На самом деле, сейчас storefront-head солюшенов, которые существуют, достаточно много. Я не буду конкретно какой-то выбирать и фичурить, кроме того, который был официально объявлен Salesforce. Но, тем не менее, они тоже все достойны внимания, и на них можно посмотреть, поковырять. Все это в основном написано на View, на React, и вариаций развития событий и в том, как вы можете построить storefront-head на самом деле достаточно много. Но Commerce Cloud, вернее, не Commerce Cloud, а в данном случае Salesforce, всегда радует нас так называемые end-to-end солюшенами. И вместе с headless API-шками у нас появился недавний acquisition Salesforce такой платформы как Mobify. Пожалуйста, поставьте плюсики, кто когда-то работал с Mobify. Mobify на самом деле сейчас представляется в двух видах. В первом виде это когда они делали полноценный single-page application, который внедрялся в сам сайт и показывался только на мобилке. И этот солюшен, естественно, не всегда был эффективным. В основном клиенты всегда жалуются, что вот мы пилим новую фичу, и нам эту фичу нужно запилить и в Site Genesity, например, и в Mobify, то есть постоянный double effort. И Mobify как headless storefront, который они тоже недавно презентовали, что вот он будет, они должны сделать официальный вебинар на эту тему. Пока деталей имплементации я не видел, но на самом-то деле мы уже подразумеваем, что там будет. Там будет React, там будет PWA. всеми любимыми и не очень accelerated mobile pages, native app и так далее. И вот мы потихонечку подходим к другому топику, это BFF. Что ж такое BFF? И я попробую это продемонстрировать больше на примере. И здесь мне нужно будет, чтобы вы в чате тоже написали мне несколько вариантов решений. Представьте себе, вот у вас есть вот эта коммерс платформа, и вам нужно построить ваш storefront head. Ваше вводное то, что бизнес хочет, чтобы был grid, в котором будут отображаться все элементы wish-list. Кроме этого, должен отображаться сток статус каждого айтема в этом wish-list и будут каким-то образом отображаться продукты. Это то, что хочет бизнес. Что у вас имеется? У вас имеется на самом деле три API, доступные из платформы. Условно wish-list API, условно inventory API и условно product API. Теперь они все каким-то образом разделены. Пожалуйста, напишите идеи, которые вам сейчас же приходят в голову о том, каким образом вы будете реализовать эту задачу. То есть у вас есть три API, вам нужно нарисовать один интерфейс. Миш, можешь помочь с прочтением, а то я не могу в чат зайти почему-то. Да, сейчас пока нет комментариев. Backend for frontend. Владислав Коськов. хорошее решение. Отлично. 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 Отлично решение. Ворвался в чат. Может быть, еще какие-то комментарии, ребята. А никто solution не хочет расписать таким образом. Так, backend server, который будет джонить данные... Хорошо. меня опять немного потеряли? Да, Стас, немножко пропадает. Я предлагаю тебе, наверное, видео твое выключить. Хорошо. На всякий случай. Хорошо. Окей. Ну, в принципе, все правильно, но я хотел подойти больше с точки зрения о том, что же вы будете делать с этими пишками, и на самом деле последний комментарий будет, наверное, самым правильным. Но, тем не менее, вот ход мысли о том, почему именно должен быть backend frontend, этот сервер, который будет джонить результаты этих опишек, я предлагаю в этот список. Ну, первое решение, которое вы можете предложить клиенту, это попросить e-commerce платформу заджонить эти все опишки на уровне e-commerce платформы. Естественно, никто этого делать не будет. Поэтому это мы убираем. Нам нужно сделать или же мы делаем три кола последовательно на уровне storefront условно и даем уровню юзеру подождать, пока все это подгрузится дело. Более правильный архитектурный подход будет сделать один кол, чтобы забрать все данные из виш-листа, какие продукты нам нужно показать. И мы можем в таком случае сделать два других кола абсолютно параллельными и независимыми друг от друга. Финальный результат все равно будет зависим, но возможно. То есть вы можете сделать параллельно и продукт API call и inventory API call. но дальше начинаем думать есть еще вероятность файла одного из этих call что мы в таком случае будем делать. В принципе с точки зрения логики было бы правильнее если бы ну ладно если мы не получили данные об inventory то мы все равно можем показать страницу но если мы не получили данные о продукте тогда вряд ли у нас получится показать эту страницу то есть нам нужно еще заимплемение какой-то handling правильный вместе с тем получается такая здоровезная каша из call какой-то мердж этих данных то есть получается очень куча кастом логик которые нам нужно имплементировать естественно я не открою вам новый мир по крайней мере тем кто отвечал граф кейль и так далее для тех кто уже сталкивался с этим есть такой паттерн который называется cb content и это основная его задача с одной стороны он занимается оркестрацией API call и мерджингом данных условно в какой-то более один unified call с другой стороны он представляет более-менее какой-то универсальный интерфейс коммуникации вашего front-end application и ваших headless платформ потому что на самом-то деле wishlist может быть использован с точки зрения commerce cloud как product list а может быть какой-то отдельный сервис который будет конкретно сниматься handling handling данной ну конкретно wishlist inventory вы будете запрашивать с платформы ну и BFF пока помогает это все универсализировать стоime два Продолжение следует...